Как все прекрасно знают, Путин засекретил уже все, что могло бы хоть как-то указать на то, в какое место он завел свой безропотный плебс, и он, плебс, даже не интересуется тем, почему это место выглядит и пахнет совсем не так, как в других приличных странах. Что характерно, чем более загнивающая с точки зрения московской пропаганды страна, тем удобнее там жить, тем она спокойнее, тем она богаче. Но эти сравнения доступны небольшому количеству стада, которому посчастливилось покинуть пределы собственного хлева. Для всех остальных более четверти бюджета страны – это тайна, закрытая грифом секретности. Тайной являются и результаты двух войн, которые ведет Москва. Хоть они еще и не закончились, но два текущих результата всегда можно привести. Первый – сколько война стоила, а второе – сколько убитых и коллег она дала своим соплеменникам. Но не только это засекречено. Теперь тайной являются доходы и состояние тех лиц, которые являются высшими эшелонами власти и бизнеса. По совместительству, эти люди являются друзьями или доверенными лицами Путина. Тот, кто проявит нездоровый интерес к этим тайнам, вполне может огрести реальный и немалый тюремный срок. Неудивительно, что и сам Путин официально владеет двухкомнатной хрущевкой, автоприцепом «Бык», набором антикварных презервативов и моторной лодкой «Нырок». В декларации еще указаны несколько клювов стерхов и самодельные аистовые крылья, а также гимнастические булавы, ленты и обручи. Но все это никак не оценено и поэтому не может быть отнесено к материальным ценностям. Тем не менее, дедушка является самым богатым человеком на планете, но опять же, все покрыто мраком тайны. Тем более ценными являются сообщения в прессе, которые слегка приоткрывают завесу над тем, что же на самом деле происходит в тех местах, на которых стоит жирный гриф секретно. В нашем случае это не количество трупов россиян, хотя бы в Сирии. Кстати, как мы и ожидали, годовщина бойни под Хишамом с сотнями трупов россиян прошла тихо и совершенно беззвучно. Тайна есть тайна. Небольшая утечка произошла по части военно-промышленного комплекса, вернее, об оплате огромных объемов поставок оружия, которыми любит хвастаться Москва. Так, российское представительство Рейфайзенбанка, подводя итоги ушедшего года, провела аналитическое исследование тенденции и перешло к примерно такому выводу. Поставки российского оружия за рубеж постепенно переходят в бесплатный режим на фоне санкций США против Рособоронэкспорта, блокирующих для компании долларовые расчеты. О том, что Россия, вероятно, продает часть вооружений за рубеж бесплатно, свидетельствует итоговая статистика Федеральной таможенной службы за 2018 год. Или вот еще одна формулировочка этого же вывода. Существенный рост продаж машин и оборудования, особенно в совокупности с таким же существенным падением экспортной цены на них, выглядит необычно. Одно из возможных объяснений – передача техники, в частности военной, по низким ценам или бесплатно. Однако дальше банкиры пошли по пути, который освещает лишь часть, и не самую большую, обнаруженные ими проблемы. Они считают, что такое положение дел возникло вследствие санкций, под которые попал ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса, и поэтому формулируют суть проблемы следующим образом. На начало 2018 года, по данным Госдепартамента, США удалось заблокировать 20% сделок Рособоронэкспорта на общую сумму 3 миллиарда долларов. В течение года ситуация ухудшилась. Индия, которая в 2000-х была крупнейшим покупателем российского оружия на мировом рынке, приостановила платежи Рособоронэкспорту по действующим контрактам и отказалась заключать новые, в том числе и на покупку истребителей систем С-400. Особенно весело выглядит пояснение того, как же неудачно сложились экспортные поставки в Индию. Не удалось выручить ни цента от продажи в Индонезию 11 самолетов Су-35. Из-за санкции новейшие истребители, наиболее близкие к пятому поколению среди российских машин, пришлось обменять на партии пальмового масла, каучуковой крошки и другие индонезийские товары. Конец цитаты. На самом деле аналитика коснулась тех стран, которые платили, ну и в принципе могут платить за вооружение. Действительно, сейчас они разворачиваются от России в сторону других стран-поставщиков, особенно Индия. Если так можно сказать, Москва вошла в период окончательной потери платежеспособных рынков. Неудивительно, что Москва готова брать оплату древесиной кинзы и шкурками крабов, но это к делу не поможет. Но ведь Москва поставляет оружие тем странам, которые никогда не оплатят его по причине отсутствия денег. Например, Савок, а потом Россия совокупно поставили Сирии оружие на 10 миллиардов долларов. Это пошло по всем отчетам, и Москва этот объем положила в свою общую статистику, равняясь причинным местам со штатами. Но потом эта сумма была просто списана, как списано Кубе, Вьетнаму и еще десятку стран. То есть оружие поставлено, денег за него не пришло, суммы положены на безвозвратные убытки, и вот все это Москва называет торговлей оружием. Сейчас та же Сирия набралась оружие, по разным оценкам на 5, а то и 7 миллиардов, и даже близко не видно, когда и чем она может за него заплатить. Ну а значит эти суммы снова будут списаны. Куба тоже взяла на полмиллиарда долларов оружие в кредит и тоже его не отдаст. Правда, ходят упорные слухи о том, что списание долгов происходит за 10% отката лицам, принимающим решения за спинами, и все. Все довольные смеются. И тут вылез Райфайзенбанк со своей аналитикой и все испортил. С другой стороны, у московских деятелей скоро останется только такая торговля. За 10% отката в Судан, Йемен и другие братские страны. В отличие от них, Штаты, Европа и даже Китай получают свои деньги за проданное оружие. Там есть свои особенности торговли, но все же это именно торговля, а не криминальная раздача, как это демонстрирует Кремль. Но рано или поздно все тайное становится явным, и однажды все это всплывет наружу. Мир содрогнется от этой мерзости, и только путинский плебс будет мирно что-то жевать в своем хлеву. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...